Всем здарова-здарова-здарова с вами Танёк и сегодня у нас очередная музыкальная реакция на Архитектов. Пятый трек из альбома For The The Wish To Exist, An Order In The Reextinction. Итак, как мы помним из предыдущих треков, каждый трек, да, какой-то с собой, своя была изюминка, свой, какой-то отличительная черта, что очень хорошо, ребята разнообразные, ребята крутые, слушаем. То есть, в принципе, сразу прыгаем в клип, смотрим, слушаем, что-то там будем смотреть, анализировать и так далее. Какие-то моменты, которые нам особенно хочется выделить, потому что я думаю, они в каждом треке будут, будут обязательно, потому что ребята показывают супер вариативность, уж говорю, британцы молодцы. То есть, там лирические такие есть части в одних песнях, медленные, потом, как обычно, такие динамические гитарные партии и так далее. То есть, у них фулл комплект, так сказать, есть. Поехали. Ordinary Extinction. Трек номер 5, еще раз. 21 год, новый альбом Архитектов. Поехали. Три, два, один. Стартуем! Оба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что-то. Секунду. Три, два, один. Стартуем! Три, два, один. Стартуем! Три, два, один. Стартуем! Вот это, вот это клево очень. Пока-пока. Три, два, один. Стартуем! Три, два, один. Стартуем! Три, два, один. Стартуем! Такая часть песни, да. Но от того, она не становится хуже. Когда ты ждешь взрыв, да, в припеве, песни не становятся от этого хуже. Да, может быть, для кого-то это однообразно, одноподобно, но... Опять же. Сам текст, сам текст песни, конечно же, разный, она отличается и так далее, то есть от всех предыдущих, понятное дело, у каждой песни своя такая структура, свой лирикс и свои какие-то уникальные такие фишки, которые позволяют ей выделяться, да? То есть если бы мы, если бы музыканты, люди, которые ответственные за это, писали все под одну копирку, это же было бы совсем неинтересно, а так? А так здесь ты вроде как ждешь, но тем самым кайфуешь, потому что тебя начало уже зацепило, да? У тебя вот это вступление, вот оно. Вот оно, да? Оно уже тебя зацепило. И все, оно у тебя уже зацепило. И ты такой, блин, окей, я в деле, я в деле, слушаем. Еще бы найти теперь, где я остановился. Субтитры сделал DimaTorzok Очень динамично. А ну тут... Субтитры сделал DimaTorzok Что круто, я говорю, еще одна вот отличительная черта вот именно этого трека, тебе не дают просто передышки, тебе не дают передыхнуть, ты постоянно, у тебя динамика, 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 еще раз динамика, потому что... Потому что это круто, это цепляет, это заставляет качать тебя башкой и чем угодно. Кто чем может качать, кто в чем в состоянии качать, тем и качает. То есть ставка именно на это, на постоянную динамику, на то, что ты всегда это самое... На сильном таком позитивном заряде энергии, ты продолжаешь двигаться, очень круто. Очень круто, я же говорю, особенно в лайфе, это вот это все будет выглядеть просто на 200 баллов из 100 возможных. То есть надо понимать, что как бы... Потому что песня, пишется трек, да, есть студийка, есть студийка, а в лайфе как бы может быть совсем другая история, но именно вот такие вот треки, именно вот такие вот направления таких треков, они, мне кажется, больше ориентированы даже на лайф. Потому что сейчас все, мне кажется, ну не все, практически многие, да, народ, который пишет, у них сколько, полтора года было простое, ну непростое, да, в лайф-выступлениях. То есть не было ни у кого концертов. И получается, что многие ребята, которые выпускали материал в это время, у них очень сильный упор. Вот прям очень есть много треков, допустим, в новом материале. Я не говорю только про архитекция, про всех остальных, которые именно нацелены на лайф-версии. Именно что лайф должен просто порвать, потому что они все прекрасно понимают, они неимоверно за публикой соскучились, публика за всеми тоже неимоверно соскучилась. И поэтому, когда это произойдет, я надеюсь, это уже прям скоро, в этом году, это будет прям мощно. И тогда можно будет делать новые реакции, особенно лайфа. Очень, я говорю еще раз, я сейчас еще потом в конце скажу. Может быть, кто-то бы хотел спросить там про другие группы. Я сейчас в конце именно скажу, чего я лично жду, чтобы сделать, допустим, другие какие-то коллективы. По крайней мере, до сентября там посмотрим, если там не будет, как бы возможности. Но это попозже. По поводу этого, я же говорю, очень, 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 очень видно, что сделано все именно под лайф. Но от этого студийная версия ничем не хуже, даже очень, она супер крутая. Молодцы, ребята. Поехали дальше. Заговорился. Был заговорился. Вот это необычная, неожиданная такая. Какая часть. Какая более спокойная. То есть, опять же, видишь, то есть, в этом-то и класс, да? Класс исполнителей, класс проявляется, что в одной песне, опять же, можно миксануть очень хорошо. И вот у них классно получилось миксануть. Вот именно вся, вся песня, весь трек, огонь, динамика, напор, барабаны и так далее. То есть, бас-гитара разрывает и так далее. А потом такой чик, и вот такая вот часть, и ты такой, блин, ну, неплохо. Оригинально, по крайней мере, это, да? Мало, 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 мало кто ждал такую вот историю. Я могу с уверенностью сказать, что вот именно такой, как говорится, вот это поворот. И тут должна вылетать какая-то мемка, да, с вот это поворотом. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Мощно, мощно заканчиваю. То есть, да, и тем самым круто вот этот вот перед последним, так сказать, заключительной частью, заключительной вот этой вот навалой с шквалом, да? Вот там был вот этот вот миксовочка, которая, которая такая медленная-медленная и неожиданная. То есть, и в этом тоже очень крутая, крутая тема этого трека. То есть, и он опять же, то есть, видимо, просто берем различия, да? То есть, не каждый трек, как будто там все одинаково. То есть, то же самое я и говорил, когда я эпику обозревал. То есть, там тоже у каждого трека были свои какие-то такие фишечки, нюансы. Где-то было одно, где-то не было другого, где-то было третье и так далее. Здесь аналогичная история. Пацаны просто молодцы. То есть, супер. В принципе, вот так вот, да? Много чего говорить, опять же, не будем. Это у нас был трек номер 5. The Unordinary Extinction. Я думаю, еще дальше будет. Дальше будем делать дальше, как говорится. Сегодня у нас на календаре 15-е. Уже, по идее, завтра Call of the Wild Powerwolf. Но это нам не помешает, да, да, это самое, да, обозревать это. Может, будем делать параллельно. Пока, может, даже лишний денек-другой появился от работы. Поэтому будем делать по две Call of the Wild и вот Архитектов добьем. Плюс, кто там, может, когда-то кто-то писал в комментариях, там, про другие группы. Я очень жду вот сентября вот этого анонсированного фестиваля Bullhead City, как от Вакина, да? Там, где будет Nightwish, Blind Guardian и Powerwolf как раз. И я очень хочу, чтобы оттуда, ну, какие-то записи остались, понятно, вот как с Вакина, да? Как какой-то там на официальном канале, там, фестивале и так далее. Чтобы можно было взять и, ну, реакцию сделать. То есть я очень хочу именно live, вот именно live реакцию выступления. Потому что live Blind Guardian мы знаем, это просто легендарная эпическая история. Я три раза, конечно, проповым заливал Вакин 16-го года. Почему-то три раза YouTube не пропускал. Сначала там пропускал, потом он закрывал доступ. Непонятно почему, ну, как бы, уже своя история. Может быть, новая версия, которая будет, я надеюсь. Blind Guardian будет обязательно с Valhalla, Bartsong. Я надеюсь, с этого фестиваля. Так же самое и Nightwish, я думаю. Очень хочу, ну, именно оттуда. То есть не с 13-го года, там, Вакин. Понятно, что там легендарно, Гостлав Скорр, там. Особенно хочу, там, Гостлав Скорр, Storytime, если будет что-то новое из ихнего альбома, да? Из Humana. Или The Greatest Show on the World. Очень хочу сделать. Прям, очень, прям, сильно хочу Nightwish сделать. Очень много треков. Но хочу дождаться именно вот этих Live-версий. Если они будут. Если их не будет, ну, значит, какие-то тогда старые возьмем, попробуем. То есть, как-то так. Насчет Powerwolf Live тоже, я думаю, что-то мы разберем. Именно с того фестиваля. Потому что, потому что это должно быть эпично. Это очень сильное, как бы, должно быть выступление. Потому что ребята в Германии, там, на своей сцене, на своей земле, особенно блайнды и паверы, они там всегда жгут. И, я думаю, Nightwish, да, даже без Марка, я думаю, они сделают шоу настолько крутое, что все это прям ждут. И с нетерпением. Как им я, как им, может, все другие фанаты этих групп и остальных. Насчет архитекстов говорю. Завтра будет еще, завтра точно еще плюс одна будет. Может быть, сегодня, сегодня, может быть, вряд ли. Потому что жара неимоверная. И так компьютер практически целый день работает, ребят. И очень сложно, типа, так хочется что-то постримить. Я в жару, мысли летят куда-то не в ту сторону. Так что могу лишнее, не то что лишнее, какие-то вообще ерунду молоть, как, в принципе, и в этом видео, да, уже имел какую-то ерунду. Так что, как-то так. Подписывайтесь, YouTube, Twitch, Instagram, Telegram. Все ссылочки в описании. Там лайки, дизлайки. Особенно, кому что нравится, не нравится. Пишите. Так, всем пока еще раз. С вами был это Ниок. Всем хорошего настроения. Не болейте. И не перегревайтесь на солнышке, потому что оно сейчас жарит конкретно все. Пока. Пока.